Продолжение следует... Надо понять, что в современном обществе понятие лидера иногда основывается больше на положении в обществе человека и его образованности с точки зрения государственного устройства, допустим, или респонденции и так далее. На самом деле, надо понять такую вещь, что лидером является тот, кто может поменять сердца людей. Допустим, если у меня высокое положение и у меня большие полномочия, но при этом я приношу людям страдания, вместо того, чтобы сделать их счастливыми, когда являюсь я на самом деле лидером, каждый лидер общества должен задать себе этот вопрос. Согласно грибной медической культуре, лидером является тот, кто способен приносить счастье людям, кто способен своим присутствием менять сердца людей, кто способен вдохновить людей, дать им возможность развиваться, особенно духовно, потому что главная ценность общества, главная нехватка, которую мы имеем сейчас в жизни, это нехватка знания, самосовершенствования, духовного знания. Люди страдают от того, что неправильно живут, и лидеры общества должны в конечном счёте сделать их жизнь счастливыми. Самая актуальная проблема заключается в том, что люди в основном живут в невежестве, то есть в океанстве занимаются развратом, они ведут себя друг с другом неправильно, и это создаёт хаос в обществе. То есть лидеры общества должны сейчас, по крайней мере, избавить людей от невежественных пороков, которые в обществе сейчас предсветают. У нас нет нормальных семей, 80% разводов в России. Об этом должны думать лидеры общества. Без духовного развития лидеры не могут считаться полностью лидерами. Спасибо. Что может послужить причиной осознания необходимости духовного образования для лидеров в современном обществе? Почему тема духовного лидерства сейчас настолько актуальна? Для того, чтобы появилась необходимость внутренне развиваться духовно, лидеры должны сначала понять, что это работает, зачем это нужно. Потому что часто человек, допустим, возглавляет какую-то компанию, фирму, он даже не понимает, как он может на духовные беседы, на духовные темы общаться с людьми. Ему кажется, что это уничтожит его статус в обществе, сделать его таким примитивным. Но это всего лишь на первый взгляд так кажется. Потому что на самом деле людям именно не хватает этой глубины в отношениях. Лидера нужно верить. Если лидера не верит, значит, он не может управлять легко общество. Ему приходится применять очень много больших какие-то рычаги. И сейчас в компании есть такая практика, увеличивается все больше и больше количество менеджеров, управляющих. Если есть хотя бы два человека рабочих, то нужно хотя бы один управляющий. Причина заключается в том, что эти рабочие, они не склонны работать. Атмосфера недоверия заключается в том, что нет веры лидера. Если, допустим, в Суворова верили, то не надо было слишком много командиров. Достаточно было одного Суворова, чтобы победить сражение. Конечно, нужны менеджеры разных звеньев. Но если лидер не укрепляет свое духовное положение, свой духовный статус, статус себя как человека, развитого с точки зрения нравственности и духовности, то это создает хаос в организации. И люди, не веря своему руководителю, не будут вдохновлены трудом. Поэтому однозначно каждый лидер должен стать также духовным лидером для своих подчиненных. И тогда самоуправление обществом станет очень простым. И пока лидеры не поймут этого, у них не будет интереса к духовному развитию. У лидера есть такое свойство — он делает все, что нужно для развития. Если он поймет, что его духовное развитие имеет ценность для его отношения с подчиненными, тогда он, несомненно, начнет духовно развиваться. Кто может давать духовное образование для лидеров и насколько это важно? Духовное образование для лидеров должен давать лидер. Если человек, допустим, занимает какой-то статус в духовной среде, то лидеры обращают на него внимание. Они видят, что этот человек развитый, что у него есть какое-то положение в обществе. И тогда они верят его словам. Допустим, какой-то простой священник, который не имеет сильно большого статуса, просто одет, простыми словами говорит, не всегда вызывает у лидеров в сердце доверие. Хотя на самом деле, если уж говорить о духовно развитых людях, то есть также духовно развитые лидеры. Например, духовно развитый лидер, он будет доверять духовно развитому священнику, который не имеет сильно высокого положения в обществе. Но это означает, что лидер также духовно развит. Только духовно развитый человек может увидеть развитую личность и верить его словам, считать его наставником своим. Но для обычных лидеров лучше всего, если наставником будет человек с высоким положением. Потому что, если он не имеет высокого статуса в своей духовной среде, то обычно лидеры не воспринимают серьезную лидеру. Нужны ли специальные условия для возращивания духовных лидеров? Какие они и что способствует раскрытию потенциала лидера? Слойками является доверие со стороны правительства той или иной духовной среде. Понятно, что взращивание лидеров духовных возможно только внутри какой-то конфессии. Если уж говорить о духовном развитии, то оно вряд ли возможно, если человек сам не находится внутри какой-то духовной конфессии. Потому что конфессия означает духовное образование, она только для этого нужна. Нет смысла создавать религиозную традицию просто лишь для того, чтобы слепо и фанатично верить. Религиозная традиция нужна для того, чтобы люди образовывались духовно и развивались, для того, чтобы они бросали свои вредные привычки, сохраняли семью, для того, чтобы они шли в благочестивой жизни. Если такая духовная традиция дает очень хорошее образование, и государство принимает такую традицию и доверяет ей, тогда это является условием для того, чтобы духовно развивать лидеров. Потому что если лидеры развиваются внутри традиций, которые не сильно приветствуются в государстве, то тогда это для них тоже может создать препятствие в дальнейшем развитии как лидеров. Поэтому очень важно, чтобы государство решило, в каком направлении духовно лидеры будут развиваться. Лучше, конечно, если это развитие будет более широким, потому что монорелигиозные системы уже ушли в прошлое. Мы не можем назвать ни одной страны, даже есть очень такие монорелигиозные мусульманские государства, но там тоже нет такого, что только одна религиозная традиция присутствовала в этой стране. Сейчас во всех странах религиозные культуры переплетены, поэтому если страна и руководство страны более-менее лояльно относится к разным религиозным культурам, это даст больше возможностей развития также лидеров, потому что все равно не могут все лидеры принять одну веру. У каждого будет в сердце что-то свое. Какие могут возникнуть сложности и препятствия на пути становления лидера? Препятствия известны. Есть три типа образования, которые лидер должен иметь. Первое образование — это профессиональное, то есть лидер должен учиться лидерству, он должен учиться быть старшим, он должен учиться своей какой-то специальности, в которой он лидер. Допустим, если человек главный инженер и он ничего не соображает в этом вопросе, то он не может быть главным инженером. Главврач не может быть не врачом, должен быть хороший врач, чтобы не главврачом. То есть нужно профессиональное образование. Это первое образование. Второе образование — это образование лидерское. То есть человек должен понимать, что он является старшим, он должен вести себя как отец, он должен иметь правильное поведение, правильную речь, он должен иметь в обществе какой-то статус, он должен понимать, как себя вести, чтобы не опорочить себя, он должен учиться правильно вести себя в личной жизни, в отношениях с подчиненными, должен в конце концов иметь нормальную, правильную речь и так далее. То есть все это нужно для того, чтобы лидер имел устойчивое положение в своей лидерской деятельности. Но если лидер не будет заниматься духовной практикой, не будет иметь духовного образования, тогда по факту он не будет вызывать слишком большой веры в сердца людей. Люди будут лишь форматив подчиняться. Такая формация под его руководством не будет очень стойкой. Таким образом, нужны три образования. Первое – профессиональное, второе – нравственное, третье – духовное. Сейчас в ответ на потребности общества открываются школы по лидерству, личностному развитию. Как не ошибиться с выбором? Какие бы вы школы порекомендовали? Я не могу сейчас говорить о конкретных каких-то школах и вообще не хочу заниматься рекламой. Я просто рекомендую людей. То есть если вы видите, что личность вас привлекает, которая вокруг вас хочет образовывать, то значит это образование будет успешным. Я точно так же учился в медной студии. Есть преподаватели, которые до сих пор остались в моем сердце. И эти предметы, которые они преподавали, тоже хорошо для меня понятны. То есть всегда все начинается с человека. Поэтому ищите своих преподавателей. Если вы увидите, что человек действительно имеет реализации какие-то внутренние, они передадутся и вам. И это даст возможность вам выучиться. Это хороший лидер. Последний вопрос. Что вы слышали о проекте «Йога, как она есть» и «Йога-ветвития» для лидеров в рамках этого проекта, который будет проходить в мае этого года в Екатеринбурге? Если вы слышали. Я знаком с лидером этого проекта Владимиром Слепцовым. И недостаточно просто знать этого человека. То есть он делает этот проект. И я считаю, что этот проект будет хорошим, успешным. Потому что сама Личность, которая его восполагает, вызывает у меня в сердце. Бог обожает. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok